Здравствуйте, мои подписчики и гости канала! В этом видео рассмотрим получение какао-масла. Часть какао-тертого поступает в рецептурные смесители для приготовления шоколадной массы, а другая часть направляется на прессование для отжима какао-масла, а из жмыха вырабатывается какао-порошок. Полученное масло добавляется в рецептуру шоколадной массы. Необходимость получения какао-масла и добавления его в рецептуру шоколада диктуется следующими соображениями. В шоколадной массе для изготовления из нее изделий количество какао-масла должно быть равна примерно 34-36%, а для глазури немного больше, для обеспечения большей ее текучести. В какао-тертом расчетное количество какао-масла составляет 54%. Если учесть, что в шоколаде содержится еще и сахар в соотношении с какао-тертом приблизительно 2 к 1, то окажется, что какао-масла будет не более 18%. Следовательно, для обеспечения в шоколаде содержание какао-масла в количестве 35-38% это какао-масло необходимо добавлять во время приготовления шоколадной массы. Кроме того, кондитерские фабрики получают какао-масло для нужд медицинской и парфюмерной промышленности. Для получения какао-масла какао-тертое подвергают прессованию на гидравлических прессах. При этом образуются два продукта какао-масло и жмых, являющийся полуфабрикатом для изготовления какао-порошка. К качеству изготовления какао-порошка предъявляются определенные требования, обусловленные его использованием в качестве питьевого напитка. Эти требования, с одной стороны, есть желание отжать из какао-тертого максимально возможное количество какао-масла, а с другой обязывают производство тщательно учитывать факторы, влияющие на процесс прессования. Эти факторы условно можно разделить на две группы. К первой группе относится конструкция прессов. Наибольшее распространение получили прессующие установки с горизонтальными автоматическими прессами. На некоторых предприятиях применяют вертикальные полуавтоматические прессы. Производительность горизонтальных прессов автоматов, состоящих из 22 чаш, которые заполняются какао-тертым, вместо 6 чаш у вертикальных прессов. Меньшая продолжительность прессования на горизонтальных прессах. Повышенное давление 45 мегапаскаль в конце прессования, а также увеличение выхода какао-масла. Это я перечислил основные преимущества, почему горизонтальные прессы получили большее распространение, чем вертикальные. Горизонтальные прессы вследствие автоматизации управления могут работать по заданному режиму, в отличие от полуавтоматических вертикальных прессов. В этом видео мы ограниченно рассмотрим конструкции прессов, может быть одну, две, а подробно мы рассмотрели конструкции прессов и вертикальных, и горизонтальных в отдельном видео, с которым вы можете ознакомиться на канале. Следует, однако, отметить, что продолжительность прессования не может быть выбрана слишком маленькой. Если очень быстро сжимать какао-тертое, то масло не успеет стечь через капилляры между твердыми частицами до их закупоривания. Жмых в этом случае содержит больше масла, даже при повышенном давлении прессования. Чаще всего среднюю скорость плунжера при прессовании выбирают из диапазона от 28 до 36 на 10 в минус пятый метр в секунду. Таким образом, продолжительность прессования рассчитывается по формуле. Ко второй группе факторов, влияющих на процесс прессования, относятся технологические параметры и физико-химические характеристики какао-тертого, подлежащего прессованию. В этой группе основным показателем, определяющим производительность пресса, является содержание какао-масла в какао-тертом. Установив его и задавшись остаточной масличностью жмыха, выход масла подсчитывают, пользуясь следующим выражением. Допустим, в какао-тертом 54% масла, а в жмыхе 18%. Тогда выход какао-масла будет рассчитан таким образом. Как видно, выход какао-масла при условии постоянства остаточного содержания масла в жмыхе, в данном случае 18%, зависит от содержания масла в какао-тертом. Чем ниже содержание какао-масла в какао-тертом, тем меньше выход его при прессовании. Так, при М равное 53, не убудет 42,7%. Из физико-химических характеристик какао-тертого наибольшее значение имеет вязкость, зависимость которой от температуры представлена на экране. Существенное влияние на вязкость какао-тертого оказывает его влажность. Многократными исследованиями установлено, что наименьшей вязкостью обладает какао-тертая, содержащая влаги от 1,2% до 1,5%. В значительной степени облегчается отжим какао-масла при более тонком измельчении какао-тертого. Так, например, если его дисперсность, которая определяется по прибору Реутова, доведена до 93% мелких частиц, то выход какао-масла будет на 2-3% больше, чем выход какао-масла из грубо измельченного какао-тертого. Эффективность прессования хорошо диспергированного какао-тертого объясняется тем, что в нем лучше вскрыты клетки и из ткани их легче освобождается какао-масло. Из изложенных соображений диктуется соответствующая технологическая обработка какао-тертого, подготовка его к прессованию. Она заключается в том, что какао-тертого в течение нескольких часов тщательно вымешивают и нагревают до 85-90 градусов Цельсия. В результате механического и теплового воздействия снижается влажность и уменьшается вязкость какао-тертого. Тонкая дисперсность его должна быть обеспечена при размоле какао-крупки. В литературе есть указания на возможность более эффективного прессования, но при этом требуется ряд условий. Первое. Степень измельчения около 98 процентов по реутову. Второе. Температура какао-тертого 90-95 градусов Цельсия. Третье. Влажность менее полутора процентов. Четвертое. Прессование вести при температуре около 96 градусов Цельсия. Пятое. Давление в конце прессования довести до 54 мегапаскаль. Однако, дорогие ли вы? Установлено, что на гидропрессовых установках нельзя получить остаточную масличность жмыха менее 14 процентов, что позволяет довести выход какао-масла до 47,7 процента, учитывая количество какао-масла. В какао-тертон в 54 процента. Если идти по более экономичному пути, то есть по пути к меньшей остаточности масличности жмыха, то, как показали исследования Драгелева, можно увеличив вдвое величину конечного давления и уменьшив толщину прессуемого слоя какао-тертого получить жмых, в котором останется какао-масло в 8,35 процента. Но при этом значительно снижается производительность пресса. На экране показана схема горизонтального пресса для отжима какао-масла. Между станинами 1, соединенными колонками 8 расположены чаши 2, с обогреваемыми пуансонами 7. На рисунке чаши находятся в определенном положении. В таком положении чаши заполняются какао-тертым. Обратный клапан 4 препятствует вытеканию какао-тертого в нагнетательную линию при прессовании. После заполнения чаш машинное масло насосом нагнетается в цилиндр 6. Находящийся в нем плунжер давит на правый пуансон и через какао-тертый. В чаше передает давление следующему пуансону и так далее. В результате каждый пуансон, входя в чашу, расположенную следом, выдавливает масло через фильтрующие элементы 5 в отводящую линию. При этом пружины 3 сжимаются. Отжатая при прессовании какао-масло представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета с характерным ароматом какао. Подробно конструкцию и принцип действия горизонтальных и вертикальных гидравлических прессов для извлечения какао-масла рассмотрены в отдельном видео. В том видео мы с вами поговорили о конструкции, принципе действия, рассмотрели подробно схемы функционирования этих прессов. С этим видео вы можете ознакомиться на канале. На экране представлена таблица со свойствами какао-масла. Физико-химические показатели какао-масла важны для контроля производственного процесса. Вязкость расплавленного какао-масла в зависимости от температуры нагревания заметно снижается. Удельная теплоемкость масла также уменьшается с повышением температуры при 28 градусах Цельсия, а она равна почти 7 килоджоулям на килограмм Кельвин. При 100 градусах Цельсия – 2,2 килоджоуля на килограмм Кельвин. При охлаждении какао-масла до температуры 20 градусов Цельсия оно приобретает кристаллическую структуру, становится твердым и хрупким, сообщая такие же свойства шоколаду, в котором более трети состава приходится на долю какао-масла. Мы с вами в этом видео коротко рассмотрели получение какао-масла, рассмотрели одну схему горизонтального пресса для отжима какао-масла из какао-тертого, поговорили о физико-химических показателях какао-масла и о том, как важно подготовить правильно какао-тертое к извлечению из него какао-масла. Я благодарю вас за внимание, подпишитесь на канал, отправьте донат в поддержку канала и его автора на карту Юмани. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok